Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, слушатели! Я хочу предложить вашему вниманию для обсуждения тему «Зачем человеку нужны прикосновения?». Казалось бы, очень простой в ответ, вопрос и совершенно очевидный ответ на него. Мы прикасаемся друг к дружке, мы обнимаем друг дружку, когда хотим выразить свою любовь, когда выражаем радость при встрече, соскочившись, когда мы хотим утешить того, кто расстроен, опечален, плачет, валенький ребенок, когда хотим выразить свою нежность, свою привязанность. Казалось бы, все просто, что же здесь обсуждать? Но на самом деле вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд, особенно, когда дело касается прикосновений к маленьким детям. Когда речь идет о детях, тем более о младенцах, у нас перед глазами сразу встают те образы, которые нам дает мировая живопись. Бадонма с младенцем, младенец на руках у любящей мамы. Для младенца это состояние покоя, умиротворения, привязанности к матери, все благополучно, все хорошо для этого младенца. Это такое естественное состояние. Мы можем только порадоваться, что эти же сцены мы наблюдаем и сегодня в жизни наших молодых мам и наших младенцев. Место на руках у мамы – это то место, которое очень комфортно для малыша. На руках у мамы можно поспать лучше, чем в любой кроватке, чем в любой люльке. На руках у мамы прекрасно проводить время, когда младенец бодрствует. Отсюда так хорошо видно все окружающее. Здесь можно изучать мир и знакомиться с разными новыми предметами. И, казалось бы, это представление о том, что место младенцу на руках у матери, его естественное место, его законное право, так было всегда. На самом деле это не совсем так. Многие мои сверстники еще помнят, как мама кидалась в кроватки, когда младенец начинал капризничать, хныкать, плакать, сразу стремилась взять его на ручки, а бабушки останавливали ее. Не надо, не бери при каждой просьбе младенца, иначе избалуется. Вот в самой этой фразе заключено представление о том, что стремление младенца быть на руках у матери – это баловство, блажь, прихоть. Конечно, ему там хорошо, но не стоит слишком поощрять его этим. Зачем постоянно брать малыша на руки, держать его там? Пусть привыкает быть самостоятельным, пусть засыпает сам в своей кроватке, пусть спокойно переносит, когда родители уходят из комнаты, и он остается один. Так он раньше станет самостоятельным, опирающимся на себя, активным, деятельным, словом, таким человеком, которого ожидает наша эпоха. Но эксперименты показали, что это не совсем так. И показали это эксперименты не на людях, естественно, не на воспитании младенцев, а на воспитании маленьких обезьян. Это были эксперименты Харлоу, которые кардинально измели представление о том, зачем человеку нужно прикасаться к другому человеку и зачем взрослым нужно прикасаться к малышу. А эксперименты были очень остроумными. Сотрудникам зоопарков нередко приходилось воспитывать обезьянник-детёныши, которые остались сиротами, за которыми не могла по той или иной причине ухаживать их мать-обезьяна. И для того, чтобы выращивать таких обезьянник-детёныши, были созданы установки, которые назвали суррогатной матерью, суррогатной мамой. Одна из них была жесткая, проволочная, но к ней была подделана бутылочка с молочком. А вторая суррогатная мама была обтянута мягкой тканью. Предполагали, что, естественно, чувство привязанности у обезьянник-детёныши будет направлено на кормящую маму, ведь там же еда, то, что жизнь необходима для малыша. Но эти выводы оказались совершенно неверными. Эксперименты показали, что обезьянник-детёныш демонстрирует привязанность именно к мягкой, а не к кормящей жесткой маме. Итак, учёные поняли из этого, что ласковое прикосновение, тактильный контакт, как это называют психологи, для новорождённого, для младенца обезьяны совершенно необходим. После этого те же самые выводы были сделаны по отношению к человечьим детёнышам, по отношению к младенцам. Была совершенно пересмотрена концепция воспитания. Сейчас уже и в детских домах, в родильных домах, в приютах для малышей рекомендации, которые давали с родителем, стали совершенно противоположными. Младенцев кормить недостаточно, их нужно брать на руки, им нужно улыбаться, с ними нужно разговаривать, их нужно ласкать. Словом, предоставлять им очень большую дозу того, что называется тактильный контакт. Очень быстро, кстати, отреагировала на это промышленность, которая производит товары для детей. Тут же появились в продаже многочисленные разнообразные рюкзачки, в которых можно было носить малыша. Эта картина очень привычна для нас. Мы часто видим на улицах мамочку, которая на спине или на груди в таком рюкзачке носит с собой младенца. Это действительно очень большое благо. И для мамы у неё свободные руки она может заниматься делами, нося младенца с собой. И для малыша он же, во-первых, рядом с мамой, во-вторых, он столько всего видит вокруг. Но то, что тактильный контакт любят, к нему стремятся не только детеныши и обезьян, но и другие животные, мы с вами прекрасно знаем из своего личного опыта. Очень любят животные спать, прижавшись друг к дружке. Особенно это касается маленьких котят, щенят, но и взрослые тоже с удовольствием спят в обнимку друг с дружкой, прижавшись друг к дружке. И порой совершенно неважно, что это кошка с собакой или кошка с курицей и так далее. Но ведь эти выводы, которые были сделаны на воспитании обезьянных детенышей, не слишком ли торопливо, не слишком ли поспешно ученые перенесли те знания, которые были получены в экспериментах над обезьян, на воспитание человека, на человеческих младенцев. Все-таки человек и обезьяны – это не одно и то же. К сожалению, оказалось, что эти выводы были совершенно правильными. И подтверждением этому оказалось очень грустное явление, которое случилось в первой половине XX века во многих домах малютки, где воспитывались младенцы и маленькие дети, дети раннего возраста. Что это были за наблюдения? Дело в том, что именно в XX веке человечество уже не могло пристраивать осиротевших детей по семям, как это было до этого. В больших городах, там, где было большое скопление рабочих на промышленных предприятиях, младенцы по той или иной причине оставались без родительской опеки, и государство было вынуждено создавать для них специальные учреждения. Их создавали прекрасные ученые, врачи, педагоги, гуманисты, которые старались создать для этих детей самые лучшие условия. Дети были всегда сыты, всегда ухожены, они находились в чистоте, в теплых комфортных помещениях. Словом, имели все то, что далеко не всегда имеет младенец, который воспитывается в семье где-нибудь в рабочей окраине. И, казалось бы, развитие этих детей должно было пойти вперед семимильными шагами, но все происходило совершенно иначе. Эти детки начинали грустить, вниз появлялись признаки настоящей депрессии, они не только не развивались дальше психически и физически, а иногда наблюдался настоящий откат, тот, кто ползал, переставал ползал, тот, кто ходил, переставал ходить и так далее. Более того, дети начинали терять вети, у них появлялась какая-то странная болезнь, и эти детки нередко умирали. Смертность в этих домах малютки была такой высокой, что эти дома прозвали фабриками ангелов. Да, мы знаем, по христианским представлениям в ангелов превращается души умерших младенцев. Для этого нарушения появилось даже специальное название – госпитализм, то есть комплекс тех нарушений, которые происходят с малышом, когда он отделен от матери и не имеет возможности с ней общаться. Искали причину этого заболевания. Сначала, естественно, предположили, что дело в инфекции. И для того, чтобы избежать эпидемии, младенцев разделили на отдельные боксы, и они еще более изолированы стали от общения с персоналом, который за ними ухаживал. И, казалось бы, ситуация должна была улучшиться, а она только усугубилась. И совершенно неожиданным образом было найдено решение, которое подсказали в разных местах сотрудники этих учреждений, которые умели выхаживать детей, заболевших госпитализмом. Они делали очень простую вещь. Скажем, Янечка в одном из приютов брала младенца, привязывала ее к себе на груди или на спине, в каком-нибудь платке, в шале. И младенец все время находился рядом с ней, пока она выполняла все свои остальные служебные обязанности. И младенец даже спал с ней чувство прикосновения, так сказать, этого человека рядом с собой. И, о чудо! Спустя какое-то время младенец начинал улыбаться, у него появлялся аппетит, он начинал набирать в весе, начинал нормально психически и физически развиваться и выздоравливал. Эти наблюдения позволили сделать совершенно ошеломительные выводы и подтвердить правильность данных экспериментов Харлоу над обезьянами. Человечий младенец также нуждается в ласковом физическом прикосновении. Это не прихоть, это не просто удовольствие, это не блажь, который его легко и безболезненно можно лишить. Это предмет жизненной необходимости для младенца. Госпитализм – это очень грустная траектория развития малыша. Но как же развивается младенец в норме, если он получает достаточное количество внимания, ласки, заботы от окружающих его взрослых? Уже где-то на третьей неделе, чуть раньше, чуть позже, у малышей начинают появляться первые признаки того, что в психологии названо комплексом оживления. Наверняка многие из вас слышали это название, оно сейчас стало очень популярным. И это правильно, потому что это действительно чрезвычайно важное явление в развитии младенца. Что такое комплекс оживления и с чего он складывается? Во-первых, младенец начинает фиксировать взгляд на взрослым. Он смотрит на него так пристально, так внимательно, как он не смотрит ни на один самый яркий, звучный, неожиданный и новый предмет. Так пристально вглядывается младенец только в лицо взрослого человека. У него появляется радостная улыбка в ответ на радостную улыбку, приветливое выражение у тебя взрослого, или даже тогда, когда он просто видит склонившегося на ней взрослого авансом предварительно. У младенца возникает оживление, он начинает сучить ножками, ручками, весь выгибается, вытягивается навстречу взрослому. У него появляются разнообразные звуки, гуляния, вскрики. Словом, радостное оживление младенца показывает. Он невероятно рад тому, что взрослый оказался рядом с ним, он очень хочет с ним общаться. И психологи не случайно придают такое большое значение появление комплекса оживления. Для психологии это означает очень важную вещь. Комплекс оживления – признак того, что у младенца появляется самая первая по-настоящему человеческая форма активности, по-настоящему человеческая потребность, а именно потребность в другом человеке. Это не просто потребности организма, как те, которые преобладали до сих пор. Это уже, собственно, человеческая потребность. И активность, которая вызывается этой потребностью, и которая называется непосредственно эмоциональное общение. Почему эмоциональное – понятно, потому что здесь идет взаимный обмен эмоциями между ребенком и взрослыми. Почему непосредственно – тоже понятно. У него пока еще нет никаких специальных культурных средств, вроде языка или каких-то принятых жестов, для того, чтобы выразить свои мысли, чувства, свое состояние. Он просто радуется общению со взрослым, купается в нем. Очень большой вклад в изучение того, что такое общение младенца и как оно развивается, внесла замечательная советская исследовательница Майя Ивановна Лисина. Ее работы внесли колоссальный вклад в представление о том, что является важным для развития общения младенца с одной стороны, а с другой стороны, какое значение само общение имеет для его психического развития в целом. Вот один из замечательных экспериментов Майя Ивановна и ее коллектива я бы хотела вам рассказать. Все мы знаем, что в детских домах, особенно так было раньше, в домах малютки, персонала было все-таки не так много, как, наверное, хотелось бы. Не было ситуации, когда на каждого малыша, находящегося там, приходится один взрослый или даже несколько взрослый, как это бывает обычно в семье. И эксперимент, который проводил коллектив, заключался в следующем. Две группы младенцев были выделены. В одну из них приходили общаться несколько раз в неделю психологи. Что значит общаться? Как можно общаться с малышом, которому несколько недель? Так же, как общается с ним любящий взрослый. Улыбаться ему, гладить его, брать на ручки, ласково с ним разговаривать специальным голосом, которым взрослые разговаривают с детьми, с очень дружелюбными интонациями, прикасаться и так далее. И, о чудо, в этих группах, куда приходили психологи, а длилось такое общение совсем недолго, 15-20 минут несколько раз в неделю. У младенцев тоже начал появляться комплекс оживления, которого не было в другой группе младенцев, к которым психолог не приходил. И что интересно, наверное, в этом состоит самая главная изюминка этого эксперимента. А кому был адресован этот комплекс оживления? Любому взрослому? Тому персоналу, который 24 часа в сутки находится рядом с малышами и ухаживает за ними, кормит их, купает, пеленает, заботится об их чистоте. Увы, комплекс оживления был адресован тому, кто общался с младенцем, тому, кто улыбался, тому, кто разговаривал, тому, кто брал на руки, тому, кто ласково прикасался. Кстати, и в семьях нередко бывает так. Мама, загруженная кучей забот о младенце, в целый день вертится, выполняя самые разнообразные потребности младенца. И поэтому времени на то, чтобы спокойно пообщаться с ним, посидеть около него, почирикать, у него иногда не остается. Особенно раньше, пока не было памперсов, и маму еще и стирали целый день мокрые детские пеленки. Приходит с работы вечером папа, берет радостно младенца на руки, улыбается, сюсюкает, 10-15 минут с ним общается, прежде чем перейти к другим своим делам. И как рад этому младенец. Мама ревниво говорит, что такое безобразие, я тут целый день с ним, и он не радуется мне так, как радуется он тебе. Но психологи объясняют, конечно, это логично. Младенец радуется и общается с тем, кто радуется ему и общается с ним. Поэтому тактильный контакт, который составляет очень большую долю общения с младенцем, ласковые прикосновения, массаж, объятия, все то, что делают любящие взрослые, это не просто что-то приятное, это вещь, которая для его психического развития жизненно необходима. На этом мы заканчиваем первую часть нашей беседы. беседы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова